Здравствуйте, дамы и господа, это Blade & Sorcery, огромный пак локаций и персонажей из серии игр FNAF. Мы находимся на карте из первой части, и автор даже поработал с освещением, чтобы хоть что-нибудь было видно. Конечно, смотрится это не очень симпатично, какие-то странные блики, отражения, но зато всё видно. Даже некоторые элементы можно поднимать, но не клочок. Я могу зацепиться. Но оторвать его от стола не получается. И также вентилятор здесь, к сожалению, не работает. Но неудивительно, в Blade & Sorcery какие-то интерактивные элементы реализовать очень трудно. А может быть и даже невозможно. Но самое главное, что весь уровень в нашем распоряжении. И это замечательное место отлично подойдёт для реализации боёв. Здесь, к сожалению, за ширмой никого нет. И, возможно, здесь за дверью тоже. Хотя нет, смотрите, здесь, по крайней мере, есть голова. Очень интересные здесь туалеты. Конечно, аниматроникам они, скорее всего, не нужны. Но могли бы и позаботиться о детишках, которые здесь проводят нерождение. И об охраннике самое главное. Хотя охранник, скорее всего, сып под себя. Правила безопасности. Не бегать, не кричать, не срать на пол. Но это правило, к сожалению, было нарушено охранником, насколько я понимаю. Поближе к маме. Стоять. Не трогать Фредди. Не бить. Я сейчас нарушу все правила. Потому что я не только буду бить. Ну и так же рубить и резать. Я готов, наконец-то, показать все, на что я способен аниматроникам. Наконец-то, показать свою силу. Показать свою волю к победе. Давайте тогда и заспауним аниматроников из первой части. Максимальное количество четверо. И, возможно, справиться не так легко будет. Но я постараюсь. Возьму сразу из готовы магию. С помощью которой я и буду противостоять им. Ах! Твою мать! Как же быстро... Быстро они перемещаются. И посмотрите на их размеры. Боже мой, они нагоняют. У них кастомные звуки, судя по всему. Кастомное оружие. И неоднозначное поведение и размер. Черт, кажется, я без меща остался. И он все еще жив. Слушайте, возможно, у них и ХП. Какое-то дополнительное. Эй, черт, я в столе застрял. Надеюсь, они меня не догонят. Но, в общем, вся компания. Четыре аниматроника. Здесь есть все, как говорится. Иногда они застревают в этих столах. Не только я это делал. Но я на перо всегда успею, сумею насадить. Как будто в колено попал. Вот так вот. Теперь я этот крик буду слышать только... Только когда буду побеждать своих противников. Что, смотрите, вы следующее не ожидали? Да я, кстати, практически сдох. К счастью, они застряли и дадут мне передохнуть. У Фредди микрофон, но... У этого зайца Бонни гитара. И мы этим оружием тоже можем воспользоваться. Вполне себе. Интересно, можно ли это оружие зачаровать? Свечки, видимо, очень острые. О, черт! Вот это был скример. Не переживай. Это для твоего лечения ректальной свечкой. Как же он отскакивает. Все-таки зарядил мне по голове этой гитарой. Держу его. Держу его руку. Он не сможет по мне ударить. Так, в зафиксированном состоянии. Можно хоть немного отдохнуть. Если они не обойдут меня, конечно, с другой стороны. Не знаю, правда, что делать в такой ситуации, когда я окружу. Хотя знаю. У меня есть кое-что для них. Немного пламени. Буду отгонять их огнем. Огня не боятся. И вполне возможно, молнии тоже. Не подходите, твари. И тыкать копьем. Нормально это работать. Один уже заезжал. Так, потерял свою гитару. Все, сдается. Вот так мы и действуем. На расстоянии. Главное держаться от них подальше. Один уже отступает. Пытается подбежать, чтобы забрать свою гитару. О, черт. Но у него это пока не слишком получается. Проткнуть колено. Сбить с ног. Эту тварь. И теперь ты мой. Первую ночь пережили. Но это было легко. Да, слушайте, у этих звездочек коллизия есть. Можно даже забираться под потолок. Так, но мы не проверили наше вооружение. Так что запускаем вторую ночь. К сожалению, двери закрыть здесь нельзя. Также просвет давать тоже. Используйте с прожектором. Или что-то используется в оригинале. Никаких интерактивных элементов, опять же, нет. Мы только можем заспамить любого противника на этой карте. Если что было канонично, мы будем сражаться с аниматрониками из первой части. Так, ну на этот раз воспользуемся их же оружием. Сначала немного отступим. Вот это она подкат сделала. Черт, они окружают, залезают на столы. Это было больно. И удар в пах. Отлично. Тут, правда, у меня гитара застряла. Вот это уже не очень здорово. Настало время для микрофона. Он и все еще жив после того, что я с ним сделал. Да, микрофон, похоже, самое бесполезное оружие. Хотя, вполне успешно я отбился. Вот это я понимаю. Оружие от аниматроников. Жалко, аудиосопровождение нет. Если бы можно было еще что-нибудь забацать на гитаре, это было бы 10 из 10. Так, ну что ж, вот он и остался один в ловушке. Заперт, беспомощен. Сел прямо на угол спинки, бедолага. Но все еще пытается сражаться. Пытается как-то сманеврировать. Да, мы пережили вторую ночь. А, да, я забываю, что эти гранаты контактные. Не знаю, как эти ребята здесь оказались. Видимо, я случайно что-то нажал. Но самое главное, они дружелюбны. Да, слушайте, они сражаются между собой. Взять его! Я помогу вам магией. Ну черт, Хаги-Маги сдох. Все, кажется, мои друзья погибли, пали в бою. Никто из них не выжил. А эти живы вчетвером, кстати. Я не разрешал вставать. Это еще с микрофоном до сих пор. Привяжем его ненадолго. Это тебе больше не пригодится. Кажется, ему не очень понравился такой поворот событий. Он что-то пытается мне сказать, какие-то радиопомехи. Но я его не понимаю. Может быть, он хочет продолжение наших ролевых игр. Скорее всего, так и есть. Продолжение следует... На этом закончим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.